Пока люди молодые, они вообще, большинство здоровые, то есть, плевать на здоровье, они живут, познают мир, очень интересно, все, если их не сломали в детстве, они еще любопытные, то есть, познание мира, там, потом приходят половые сексуальные какие-то игры, многие за них застревают на всю жизнь, ну, вот, некоторые находят интересы, какие-то бизнес, там, творчество, очень мало таких людей, но остальные, большинство, они тянут лямку, такую вот, просто тянут лямку. Чем это заканчивается? То есть, у людей начинаются проблемы со здоровьем, почему? Потому что их никто не научил, как сохранять свое здоровье, то есть, это должно учиться в школе, то есть, изначально людей учат в физической культуре, все помнят физкультура, какая банальщина, то есть, учителя физкультуры берут тебя, начинают, делаем так, делаем так, никто не говорит, не рассказывает людям, тренер, что как это важно для твоего здоровья, как-то в будущем все будет выглядеть, когда ты уже станешь большим, взрослым, потом тебе каждое утро захочется просто выходить в парк и делать то, что ты уже умеешь, чему тебя уже научили, то есть, понимаете, учителя, это не только те, которые, вот, говорят, делай, как я там учу, они еще программируют твое будущее, должны, по идее, этого нет в образовании, то есть, в лучшем случае, там, футбольчик побегайте, или вот такие вот, программа есть, вот это, бегаем, вот это, 100 метровка, там, все такое, то есть, это фактически формализм, то есть, создана такая программа, вот это работает, о будущем твоем никто не заботится, чтобы его каким-то образом запрограммировать, чтобы его, тебе в мозг вбить, что твое будущее вот так вот будет выглядеть, потому что твое здоровье напрямую зависит от твоей физической активности, многие путают, говорят, я вот много работаю, вкалываю, и так мне хватает, человек, тело твое, оно не понимает, оно глупое и тупое, что ты там вкалываешь, или что-то делаешь, или лопатой работаешь, или там на стуле просиживаешь задницу по 8-12 часов, не важно это все, ему нужно, чтобы его механизм, его суставы смазывались, чтобы оно гармонично, все мышцы работали, а это значит, что минимально каждый день нужно попрыгать, руками помахать, 10-20 взмахов в одну сторону, во вторую, круговые движения очень много, то есть, фактически, необходимо, максимум, что сделать, это полчаса в день, каждое утро делать зарядку интенсивную, разнообразную, и не только одни упражнения, а постоянно-постоянно увеличивать какой-то объем, а еще лучше, чтобы хотя бы раз в неделю, где-то с кем-то найти, побегать, футбольчик, волейбольчик поиграть, то есть, это момент тот, когда ты бегая, напрягаешь все те мышцы, и работают те мышцы, которые не работают, в обычной жизни, вот только таким образом мы можем сохранить свое здоровье до глубокой старости, вот таким образом, физические занятия, вот, это должно, по идее, быть в школе, но настолько формальное вот это образование, что там в педагогических этих институтах говорят, и как учат этих физруков, непонятно, и как учат вообще психологов, вот это, подходу, непонятно, это психология, то есть, учат быть послушными, вот, и все, достаточно, то есть, нет заботы о будущем человеке, о его здоровье, этом нужно рассказывать, не только нужно специалистов растить, таких вот, как называется, да, врачей, которые должны врать людям, потому что они должны внушать им, что им все будет хорошо, и там кормить всякой химией, а нужно именно самих людей учить подвижности физической, очень много нюансов, тысячи нюансов за школу человек должен знать, точно так же, как должен знать эту самую химию или математику, он должен о своем теле знать очень многое, о мышцах, которые должны работать, как себя чувствовать, акцент нужно делать на том, что как хорошо ты себя чувствуешь целый день, если ты утром, взял, попрыгал и все делал, ну, зарядочку сделал, да, круговые движения, там все суставы, все нужно, ноги, руки, совершенствование постоянное, то есть, если такую программу в человека вложить, он будет в этой программе работать, но этого же никто не делает, понимаете, то есть, вот этот формализм присутствует, ну и дальше что, то есть, таким же образом человек они учат, как кушать нужно, вот существуют религиозные посты, многие знают, постятся там все, но это формализм полнейший, существуют диеты различные, и каждый на что гораздо, эти диетологи там что-то рассказывают, тоже по своим мыслям, они же сами практикуют, да, тоже пробуют, стараются, есть проблемы с лишним весом у людей, вот они советы дают такие хорошие, некоторые говорят, ой, как без мяса-то жить, а эти советы дают те, которые сами, безвольные существа, которые не могут удержаться, и они голодные духи, их просто так сильно на них сидят, и вот они приходят, и как можно три раза в день не покушать, и чувствуют эти голод постоянно, то есть, опускаются до животного уровня желания животного, да, вот человек вот, обуреваемый этими желаниями пишет, строчит, что вот как нужно обязательно мясо есть, потому что ты заболеешь, загнешься, и все такое, да хрен, это собачья, охренотень, понимаете, то есть, умеренность это одно, это нормально, когда отсутствует вот такое желание пожрать, умеренность, это хорошо, но если оно уже, это желание уже есть у тебя запрограммировано, то тебе нужно просто знать, как нужно действовать в этом случае, как нужно просто-напросто переходить на пост. Не только это когда религиозный пост, а свой пост. А что такое свой пост? А это вот так вот. Ты берешь так, делаешь себе, покупаешь капусту пекинскую, мягенькую такую, берешь на терочке, берешь на терочке морковочку натираешь так меленько, да, огурчики, пару огурчиков, пару помидорчиков, лучок там, зелень какую-то остальное еще закинул, помидорчик, в общем, что есть, накидал, то есть только овощи и фрукты. Взял эту мисочку такую, сделал, залил этим маслом подсолнечным и посыпал хорошо, чтобы получилось. И вот тебе, пожалуйста, вот тебе пост. Хочется тебе кушать. Ты берешь, подходишь, кушаешь. Сколько тебе надо, покушал. Поставил. Миска-то большая. Все, теперь можешь пить себе спокойно. Все. Хлеб не кушаешь, сахар не кушаешь. Все. Этого достаточно для того, чтобы поститься. Мясо не кушаешь, сыры не кушаешь. То есть вообще такой пищи калорийной, как говорится, не кушаешь. Все. Ты постишься. Только кушать захотел снова. Идешь к салатику и кушаешь с удовольствием. День так на салатике посидишь. Второй, посидишь. Третий. Когда у тебя кишечник очистится от старого вот этого самого дерьма всего, тогда я почувствовал, ой, как же мне легко и хорошо стало так. И тут проблема постоянно высвечивается еще одна. То есть та проблема, с которой медики вообще не хотят иметь дело. То есть они с говном твоим не хотят иметь дело с твоим кишечником. Им легче тебе таблеток дать каких-то и лечить там, что-то там лечить, как будто бы. Организм-то дурной. Он же не понимает, что его лечат. Вот что ему дали туда? Если там доза большая, он начинает сопротивляться, какие-то там движения делать, все. И фактически фармакологическая химия – это отрава для организма. Вот. А всего-то, что нужно. Первый шаг человеку, когда он говорит, что-то я себя плохо чувствую. Да возьмите. Возьмите человека с задницы, с передницы. Возьмите, продуйте. У вас же может быть какая-то технология очищения кишечника. Просто сделать из канализации. Посмотрите, в фильме есть определенное там. Сделать из канализации чистый, детский такой кишечник. Вот эти все, то эти самые. Все. Сока попил сверху. А также там каловый камень, говно все, отрава все. Отравится организм изнутри. А потом удивляемся, почему мы болеем. Ребятушки, ну медицина та должна. Они не хотят с говном и не иметь дела. Им проще зарабатывать на тебе, в аптеку тебе послать. А вот у многих поясница болит, да? Вот припирает поясницу. Ой, что-то. И тут начинают диски смещения искать, все такое хроническое болит. Человек, да у тебя говнище в тебе столько на этом уровне твоей поясницы. Травит все. На этом уровне у тебя все загажено. Если бы тебе кто-то помог прочистить этот кишечник, да это самое, просраться хорошо, вот до конца очистить. Через сутки, двое, все. Боли проходят, и ты уже чувствуешь себя как молодой. Только не жри ты это мясо. Вот это все, что кушают, это все для тех, для молодых, для тех, кто активных, спортивных. И то в маленьких дозах все можно. Но люди-то не знают. Для каждого доза-то маленькая. Да я мало кушаю. А сам весит 200 килограмм. Да я мало кушаю, говорит. Для него-то это все относительно. Для всех все относительно. То есть каждый мерит по-своему. Второй тот говорит, посмотрел, сколько мало кушает. Говорит, я так столько не съем. А для этого мало. Вот в чем проблема-то. Потому что нужно заниматься своим телом. Нужно знать свое тело. Вот формула здоровья простая. Нужно уметь чистить кишечник. Даже если не получается, вот нужно пойти в аптеку и попробовать вот эти. Дайте мне таблеток от того, чтобы простраться. Дайте вот лучше всего, конечно, вот эти растительные какие-то, чтобы без определенной химии. Потому что когда эту химию кушаешь, для того, чтобы некоторые от некоторых сеть плохо чувствуешь. Даже такие головные боли появляются. От самой вот этой химии, которая прочищает кишечник. Отравление происходит какое-то. Вот. Но оно функцию свою выполняет. Но нужно потерпеть, пока пройти несколько дней, чтобы все прошло. Вот. А нужно найти способ, который чистит твой кишечник. Это очень важно, человек. Важнее нету для здоровья, чем чистый кишечник. Когда ты его прочистил от вот этого всего калового камня, а он выходит, я вам скажу, что люди с животами, вот я 76 дней постился на жидкостях. То есть пил молоко с чаем, чай пил, раз там в неделю пивко мог выпить. Сейчас вообще я исключил алкоголь из этого. Это отравление. Это сейчас. Ну просто раньше так было интересно мне. Вот. И соки различные. Сейчас тоже не хочу соки пить. Вот эти все с консервантами. Просто мы не понимаем, что такое консерванты. Что это такое госпищевые добавки. То, что колбаса лежит на подоконнике, ее ни одна бактерия не съедает. Муравьи ее не хотят есть. Почему? Потому что это отрава. Они чувствуют, что это отрава. Там, в этой пищевых добавках, которые витаминами называются. Говорят сейчас, вот нельзя столько-то много витаминов есть. А нахрена тогда есть мало витаминов, если они не имеют эффекта лечебного? Витамины сделаны из отходов пищевого производства. Они нужны только для того, чтобы бизнес делать, продавать это, вместо того, чтобы платить за утилизацию. Берут из этого, делают пашу для скота и побочно еще людям на уши присели. Десятилетия целые присаживались и говорят им, что вот тебе нужно то-то, то-то, витаминов у тебя Д, и что-то там не хватает. Или железа у тебя не хватает. Не хватает у тебя человек только каждый день съесть одно яблочко, одну морковку, лучок, специи какие-то. И вот это все менять, вот как пищевого многообразия. Много тебе не надо. Одни специи то, чего стоят. И будет все хорошо. И мясо, это для праздника. Мясо для праздника. Шашлычок, да, да, почему бы нет. Ребята, ну, извините меня, это мясо, оно трудно перевариться. Эта пища не так, не для здоровья взрослых, старых людей уже, понимаете. Молодые они съели, все они не понимают. Они не чувствуют себя. Те, кто уже стареет, начинают приглядываться к своему телу. И поэтому смысл в том, что нужно следить за чистотой кишечника. Вот формула здоровья. Чистота кишечника. Периодически его чистить. Эксперименты проводить на своем теле не страшно. Если вам кто-то говорит, что поститься это плохо, это вредно, это, назову, голодовка, это страшные психологические муки. Да, для большинства людей это страшные психологические муки, потому что они запрограммированы. Три дня в день есть. Ни влево, ни вправо. Животное тело привыкло, и вот оно требует. Если ты что-то не съел, так это нужно. Мы взрослые люди, мы можем обманывать это свое животное тело. Понимаете? Можем обманывать. То есть вот этот салат. Взять, сделать миску вкусного салатика. Солюшка его при это самое, без всяких излишеств. И когда захотелось кушать, берешь этот салат и даешь телу. Лучше вот эти сухофрукты, вот это, компоты эти пить. Или со свежих соков. Потому что вот эти консерванты в соках, которые сейчас добавляют, чтобы не портилось, это очень плохо. В будущем вот эти консерванты все, пищевые добавки, проблема будет с ними такая же, как с пластиком. Все хлопали в ладоши, пластик придумали, пластиковые пакеты. Одежда из пластика, как хорошо, форма не скатывается. Это не хлопок тебе, все не растягивается. Вот тебе хорошо пластик. Потом оказалось, что пластиком загажены реки, химия, моря загажены. Все, нигде это самое, мусора столько с этим пластиком. Проблемы придумали, хорошо, оказалась проблема. То же самое будет и с этими пищевыми добавками. Да, их на химическом уровне там что-то соединяют, все делают, добавляют. И только капнут, через десятилетия придут к тому, что именно пищевые добавки и фармакологическая химия являются причиной большинства заболеваний, которые сейчас вот все больше и больше становятся. То есть, сердечно-состудистые, отсюда идут, убиваешь тело, депрессия у тебя появляется. Я говорю, депрессия – это заболевание будущего. Все будут в депрессии полнейшей. Так, естественно, если тело отравлять и не следить за ним, форму физическую ему не соблюдать, вот эту гигиену психологическую и физическую, то, извините меня, депрессия тебе гарантирована. Кроме того всего, что еще эмоциональная грамотность нужна, то в школах, чтобы учили, как эмоции, что это такое. Но нету такого образования, но нету такого образования в этом западном образовании. Она ограничила само себя. И вот теперь люди испытывают проблему, а их лечат специалисты, которые вообще, которых самих нужно лечить в большинстве случаев, которые не являются идеалами, эталонами, болеют врачи сами, так же, как и обычные люди, казалось бы. Поэтому вот смысл в чем. Питание, посты, хорошо. Очищение кишечника обязательно. Обязательно. Физическая культура. Как трудно, понятно, самому там махать руками постоянно. Ну, возьми друзей, найди. Пойди в фитнес-клуб. Отдай ты эту денежку за то, что там раз в день или раз в несколько, да самое ты туда приходишь и почувствуй физическую нагрузку. Качки, конечно, вот это все, что качается, это все ерунда. Это хренатень собачья. Но хотя бы так. Прокачивать тело. Лучше всего это игровые виды спорта, когда ты бегаешь, хочешь не хочешь, руками должен махать, ногами передвигаться, в разные стороны, разные мышцы работают. Вот все, лучшее занятие. Можно, конечно, комплекс создать такой и каждый день, каждый день делать. Выкладываю такие комплексы, вот как мы в семье делаем эти зарядки. Каждый божий день. И бодрость появляется. Каждый божий день. То есть нету. Болезней нет. Болезнь иногда раз в год там где-то постучалась, чувствуешь что-то там. Почему? Ага, праздники тут пришли, день рождения, все, начинаешь кушать, начинаешь мясом, начинаешь все. И тут здрасте, тебе приходят какие-то здоровья, где-то тебя продуло, где-то еще что-то. Нужна гигиена. И кишечник. Это очень важно. Есть возможность. Отдай денежку, пойди к массажисту. Хорошего найди к массажисту. Помню, был массажист, у нас в бане был кореец, еще в Советском Союзе был такой. Парень был вообще. Вот так ломал все. Не просто тебя гладил там, и тебе там кожные покровы. Все суставы все так проломают тебе так, что ты потом встаешь, и у тебя плечи вот так выпрямляются, и ты сгорбиться не можешь. Хочешь, а не можешь, потому что тебе хочется аж скакать. Массаж. Вот тоже хорошо. Сделай своему телу хорошо. Сделай. Запиши его куда-то. Найди друзей, с которыми можно побегать, попрыгать. Нужно своих таких найти. Здоровый образ жизни. Много же людей. ЗОЖ себя там дискредитировал, потому что шизиков много. Ладно, а хрен с ним, с этим ЗОЖем. Ты сам подумай о своем здоровье личном. Кишечник, пост и физические нагрузки. Вот все. Простая формула здоровья. Очищай свой кишечник часто. Если ты заболел, пойди к врачу и скажи помогите мне очистить кишечник. Мне нужно вычистить его полностью. И вот заставлять нужно врачей, чтобы они сначала, когда ты приходишь, они сначала первым, что делали, это взяли и все прочистили. А потом через два дня к ним приди и скажи, болеешь ты или ты уже выздоровел и не надо тебе никаких таблеток. Большинство болезней именно начинаются там, где происходит отравление, внутреннее самоотравление вот этим дермецом, которое внутри нас. Попробуй. Формула здоровья проста.